Как я и обещала в прошлом ролике, ближайшие выходные, отчет о пяти мгновениях весны. Здорово, книжные! Вы на канале Нейрония, с вами я. И сегодня, как вы понимаете, отчет о том, как прошел марафон пять мгновений весны. Вот они, пять книжечек, о которых я буду вам сегодня рассказывать. Так что наливайте чай, запасайтесь печеньками и приступим. А пока вы наливаете чай, я поделюсь с вами очень интересной информацией. Сейчас у меня на работе огромный завал. Я настолько устаю в офисе, что буквально валюсь с ног. Прихожу домой, а там еще эти домашние дела. Из прогулки с собакой никто не отменял словом сил и времени. На чтение у меня практически не остается. Но я же книжный блогер, я же не могу оставить вас без новых обзоров на интересные прочитанные книжки. Поэтому я решила обратиться к формату аудиокниг. Мне посоветовали приложение Storytel. Это сервис аудиокниг по подписке. И вы знаете, это оказалось идеальным решением проблемы нехватки времени на чтение. Ведь теперь я извлекаю двойную выгоду из того времени, что трачу на дорогу на работу и обратно, на прогулку с собакой, на домашние дела. Словом, совмещаю приятное с полезным. И это замечательно. Выбор книг в библиотеке Storytel просто великолепный. Здесь есть все жанры. От классики до нон-фикшена, а также уникальный контент, который Storytel создает самостоятельно. Это лекции, подкасты и аудиосериалы. Так что можно не только порадовать себя каким-нибудь мощным триллером, но и пройти интересующий вас курс, прокачать какие-то определенные знания и даже взбодрить английский язык. Для тех ребят, кто, как и я, страдает от нехватки времени на чтение, у меня есть специальная ссылка, которую вы найдете внизу в инфобоксе, а также в первом прикрепленном комментарии. По этой ссылке вы можете зарегистрироваться на сервисе Storytel и получить 30 дней бесплатного доступа к этому сервису. Боже мой, ребята, 30 дней бесплатного доступа к аудиокнигам. Мне кажется, это ну просто шикарно. Надеюсь, ваш чай, кофе или что у вас там было заварился. Печеньки вы подвинули к себе поближе. Давайте приступим к книгам. Итак, как вы помните, а если не помните, я вам сейчас напомню, в марафоне было 5 пунктов, под которыми мы подбирали 5 книг. И я решила начать сразу с первого пункта по порядку, потому что это показалось мне наиболее логичным, так как первый пункт назывался «Зима, уходи». Долг с зимы или начатая, но не прочитанная книга. На тот момент у меня был начат роман «Альтруисты» Эндрю Риткира, и я решила, что пока в моей памяти свеж тот кусок, который я успела прочитать, надо за него браться. Немножко предыстории. На момент начала марафона у меня было прочитано что-то около 170 страниц, если меня не подводит память. Я точно помню, что было больше 150, но меньше 200. Очень тяжело дались мне эти страницы, потому что автор буквально с размаху впечатывает тебя в жизнь персонажей, о которых ты еще ничего толком не знаешь, они тебе еще и не симпатичны, и ты к ним не привык, и ты вот смотришь на суету этих людей и думаешь, «Боже мой, да что с вами не так? Почему вы такие странные?» В первой сцене мы знакомимся с семьей, о которой в дальнейшем пойдет речь. Мать психолог, отец работает где-то в институте, и двое детей – старший сын и младшая дочь. У них там происходит некоторая ситуация, которая очень ярко показывает, ну, если не характеры, то какие-то черты характера персонажей, и это очень-очень замечательно, потому что сразу становится понятно, что в этой семье, ого-го, какие тараканы. Кстати, что мне показалось, Эндрю Риткер, видимо, восхищался творчеством Джона Ирвинга, потому что, ну, очень в этой книге чувствуется влияние творчества Джона Ирвинга. Ну, а если Джон Ирвинг делает это все более детально, более масштабно, то здесь вот такой-то развернутости, как у Ирвинга, нет. Но при этом за персонажами следить очень-очень любопытно, потому что, как и Джон Ирвинг, Эндрю Риткер умудряется даже самых несимпатичных персонажей выставить так, что мы хотим узнать их предысторию. А теперь плавно переходим к тому, что я там дочитывала. После, наверное, двухсотой страницы книга меня захватила, я, наконец, поняла, почему отец так относится к своим детям, почему он так относился к своей покойной жене. В первой сцене она еще живая, а дальше мы уже узнаем, что она умерла. Замута сюжета в том, что мать семейства оставляет детям наследство, о котором муж ничего не знает, он узнает об этом попозже. Мать умирает, муж остается весь в долгах, отец семейства, и он решает воспользоваться деньгами своих детей. Для этого зовет он их к себе в гости, в их родовой дом. Я не буду говорить, для чего ему нужны деньги. В общем, он хочет обманом у детей забрать наследство, чтобы решить какие-то свои проблемы, получится у него или не получится. Книга, на самом деле, транслирует очень банальную истину о том, что семья – это самое ценное, что у тебя есть. При этом это трагикомедия, и в общем и целом это довольно неплохая трагикомедия. Вы не ждите здесь чего-то уютного, хоть это и семейная сага, это абсолютно не уютная семейная сага, потому что отношения между персонажами здесь очень и очень в подвешенном состоянии. В общем, что я могу сказать? Это такой Джон Ирвинг на минималках, и если вы боитесь браться за Джона Ирвинга, попробуйте альтруистов. Если они вам понравятся, то, наверное, и Джон Ирвинг тоже зайдет. Ну и наоборот, если вам нравится Джон Ирвинг, то и в альтруистах вы найдете то, что вам понравится. Здесь точно такие же слегка не в себе персонажи. Здесь точно такая же нота трагикомедия, как и у Джона Ирвинга, когда и смех, и грех, и смех сквозь слезы, и вот это вот все. Но мне все-таки больше нравится Ирвинг, чем альтруисты. Мне нравится Ирвинговская масштабность, мне нравится то, что он ведет персонажей чуть ли не с пеленок и до самой смерти. Здесь мне этого не хватило, но в целом книга вполне себе годная. Кому я ее рекомендую, я уже говорила, приступим ко второй книге. После альтруистов я взялась за книгу «В погоне за праздником», которая относится к пункту «Тепло», обложка в теплых тонах. Я слышала, что эта книга написана сухим языком, ее, возможно, будет скучно читать, но, нет, мне было ни капельки не стыдно, мне просто за уши от этой книги было не оторвать. И, боже мой, чем она закончилась? Ребята, я очень долго над этим размышляла и пришла к выводу, что, наверное, я бы поступила точно так же, как и главная героиня этой книги. Итак, речь здесь пойдет о пожилой паре, муж и жена, им уже что-то около 80, может быть, даже уже за 80. У меня уже стерлась эта информация из памяти. Муж главной героини периодически забывает, кто она такая, то есть у него болезнь Альцгеймера, а сама же главная героиня ей передвигается с трудом, ей приходится использовать ходунки, ну и, в принципе, проблемы со здоровьем есть и у того, и у другого. Но самая главная заковырка здесь – это то, что у мужа болезнь Альцгеймера, а у жены рак. И вот жена понимает, что ее уже достали врачи, достали уколы, достали все эти процедуры, которые над ними проводят врачи, чтобы они пожили подольше. И она решает, что все, мы бросаем все и уезжаем в Диснейленд. Практически через всю страну они едут на... Практически через всю страну они едут в своем старом доме на колесах, вот в трейлере в Диснейленд. И книга наполнена воспоминаниями о том, как складывались отношения между супругами, как они жили, как воспитывали своих детей, как они путешествовали. Они во время своего последнего путешествия смотрят слайды, смотрят на фотографии, вспоминают какие-то свои фрагменты из жизни. Это было так по-домашнему, так уютно, так по-настоящему, как будто ты сидишь перед каким-то знакомым тебе пожилым человеком, например, даже рядом со своей бабушкой, и она рассказывает тебе историю своей жизни. Да, местами, может быть, было суховато, но это было очень-очень интересно, потому что главная героиня хоть и прожила вполне обычную жизнь, без каких-то там геретических поступков или чего-то такого, но это вот обычная настоящая жизнь обычных настоящих людей, за которой очень приятно наблюдать. И несмотря на свой финал, книга согрела мне душу, и во многом с главной героиней я абсолютно согласна. Кому могу порекомендовать? Да, в общем-то, наверное, всем тем, кто не боится темы старости. Вот, кстати, я очень боялась темы старости, и вообще боялась вот это вот, знаете, когда тело стареет, вот эти вот болезни. Для меня всё это очень страшно, но эта книга помогла мне не то, чтобы перебороть этот свой страх, но он уже для меня стал чуть-чуть-чуть меньше. Спасибо этой книге, спасибо главной героине, спасибо её мыслям. Чудесная книга. Так что я её, наверное, буду рекомендовать вообще абсолютно. После милой и немного грустной в погоне за праздником мне захотелось подриться, взять что-нибудь пожёстче. Я взяла в мастерскую кукол Элизабет Макнил. Я знала, что здесь будет маньяк, который похитит девушку. Думала, что это будет что-то вроде коллекционера, только может быть похуже. Как я уже говорила в прошлом видео, и да, и нет. Здесь есть элементы, которые встречались в коллекционере, но это такие элементы, которые всегда присутствуют в книгах на тему похищения, и как ни крути, без них никуда не деться. Вопрос в другом. Как автор их обыграет? Вот здесь сцены, некоторые точь-в-точь копирка с коллекционера, только в другом антураже, с другими персонажами, поэтому я предугадывала развитие этих сцен и, ну, немножечко на таких моментах скучала. Хотя очень бы хотелось, чтобы эти моменты для меня были остросюжетными. Но, к сожалению, в целом, нет, в целом это было неплохо, но это уже было, поэтому ты уже знаешь, что там, что там случится. Так вот, о чём книга? Речь здесь пойдёт о том, что главная героиня, очень симпатичная девушка с великолепными рыжими. Волосами хочет стать художницей. Она просто спит и видит себя в качестве художника. Она учится рисовать самостоятельно, ночью, потому что никто из её близких не одобряет это занятие. Ни её родители, ни её сестра-близнец. Кстати, с сестрой у неё очень напряжённое отношение. Классно было распутывать вот этот вот клубок отношений между сёстрами, потому что в детстве они были не разлей вода, но потом случилось что-то, из-за чего они стали друг от друга отдаляться. Эта линия была прекрасна. Так вот, наша главная героиня готова ногтями, зубами, всем чем угодно выцарапать своё право стать художником. Я вам не буду рассказывать, удалось ей это или нет. Вторая линия – это, собственно говоря, тот самый маньяк, который увидел нашу главную героиню и захотел заполучить её в свою коллекцию. Маньяка, кстати, зовут Сайлос, и этот человек занимается таксидермией, то есть создаёт чучело на продажу для художников, для богатых дам, которые украшают этими чучелами свои какие-то там помещения. И вот он встречает главную героиню, её, кстати, зовут Айрис. Я вспомнила, я вспомнила все имена. Естественно, девушка кажется ему привлекательной, он вообще любит ржеволосых, какой-то у него бзик на эту тему. И он собирается её заполучить себе. Да, здесь есть вот эти вот маньяческие нотки, когда маньяк находит себе оправдание, когда он уверен, что по-другому он поступить не мог. Мне очень нравилось наблюдать, как Сайлос в своей голове рисовал какие-то возможные диалоги с Айрис, как Айрис будет в него влюблена, как она будет восхищаться им, вот это вот всё. Ну вот это вот такая вот типично маньяческая, то, что вот, да, она будет моей, вот это вот всё. Тоже было замечательно, но для меня, к сожалению, мало-мало-мало, потому что большая часть книги отдана именно искусству, братству прерафаэлитов. Здесь упоминаются художники, которые жили в реальности и создавали картины, и даже эти картины упоминаются. Забыла выписать их на листочек, хотела вам задиктовать, но, ладно, я оставлю здесь картинки с подписями, с фотографиями художников. В книге сплелось очень много всего. И искусство, и борьба женщины за своё право на счастье, и маньяк, и ещё несколько сюжетных линий, и вот это вот противостояние между сёстрами, и попытка выбраться из нищеты, и много, очень много всего. И, ребята, это реально великолепный роман. Не пугайтесь надписи, что это история о любви. Да, это история о любви, но любовь здесь не на первом плане. На первом плане здесь совершенно другое. Поэтому эту книгу я тоже могу рекомендовать широчайшему кругу читателей. Беритесь. Опять же, книга, которую я могу порекомендовать всем и каждому, мне она очень-очень понравилась. Даже несмотря на то, что в некоторых местах она копирует коллекционера. Я испытала, знаете, такую некоторую ностальгию по коллекционеру, и подумала, что, наверное, всё-таки надо купить его в бумаге, потому что читала я его в электронке. Да, и перечитать ещё разок. Словом, «Мастерская кукол» всем рекомендую. Здесь есть и острый сюжет, и социалочка, и любовь, и искусство. Много всего. Берите, читайте. Мне кажется, она понравится всем и каждому. Следующая книга, которая шла у меня под пунктом «Автор женщины» Лиза Уингейт, пока мы были не с вами, пару-тройку лет назад я уже пыталась начать читать эту книгу, и первые 70 страниц меня усыпили. В этот раз случилось ровно то же самое первые 70 страниц, и всё, я сплю. Да, мне было очень тяжело продраться через самое начало истории, где автор показывает нам главных персонажей, которые будут задействованы во всей этой истории. Но ближе к сотой странице сюжет разогнался так, что меня уже было за уши не оторвать. Но обо всём по порядку. Итак, сюжет развивается в двух временных линиях, это «Наши дни» и 1939 год. В обеих сюжетных линиях речь идёт от первого лица. В той сюжетной линии, которая «Наши дни», речь пойдёт от лица Эвери. Это дочка сенатора, она тоже там как-то завязана с политикой. И вообще её семья очень-очень известна, потому что политики. И вот в первых страницах объясняется, что им надо сделать, куда им надо пойти, почему они не могут себе позволить то-то и то-то, как это отразится на их репутации, все эти размышления. Боже, как это было скучно, но это было надо для дальнейшего обоснуя в сюжете, почему всё случилось так, как случилось. Окей, главное пробраться через эти страницы. Вторая временная линия – это 1939 год. Там тоже идёт повествование от первого лица. Одна из сестёр. Я вам не сказала, о чём книга. Да, книга о похищении детей. Основана она на реальных событиях. Итак, в Мемфисе в 1930-1950-х годах существовало общество бездомных детей Теннесси, а нет, общество детских домов Теннесси, которым заправляла мисс Тан. И эта женщина была нечиста на руку. Она не только пригревала и находила семьи настоящим беспризорником, но и воровала детей у бедных родителей, у тех родителей, которые действительно любили своих детей и хотели сами их воспитывать. Но она их воровала или как-то обманом заставляла подписывать бумаги и продавала их в богатые семьи, которые по каким-то своим причинам не могли иметь собственных детей. Ну и вот вторая временная линия 1939-й год рассказана от лица девочки, которая со своими сёстрами пала жертвой этой самой мисс Тан. Итак, в наших днях речь идёт от лица Эвери. В 1939-м году речь идёт от лица девочки Рил. В 1939-м году всё начинается тоже довольно долго и нудно. Мать семейства пытается родить двойню, что-то идёт не так. Родителям приходится уехать в больницу и, в общем-то, под шумок оставшихся на одних детей похищают. А осталось там пятеро детей и, собственно говоря, самая старшая Рил, от лица которой будет идти речь. Понятное дело, что эти две временные линии между собой переплетутся. Естественно, я не буду вам рассказывать, каким образом, но это очень и очень любопытно. Я строила догадки, ни одна из них не подтвердилась. Поэтому большой плюс книге. Опять же, здесь есть и место острому сюжету, потому что ты переживаешь за девочек, которые остались в детском доме, как там с ними обращались, как... Ладно, я не буду раскрывать вам карты, но да, место острому сюжету там есть. На самом деле, это очень страшная книга, особенно если принять во внимание тот факт, что основана она на реальных событиях, основана она на том, что детей действительно похищали, разлучались с любящими, но бедными родителями и продавали в богатую семью. Мне было страшно, когда я читала эту книгу и... У меня аж, понимаете, у меня аж волосы дыбом вставали. Я думала, блин, ну получится у девочек сбежать, не получится. Останутся они вместе, не останутся. Найдут они, потом друг друга не найдут. К чему ведет вот эта вот линия наших дней, что же там все-таки будет. Такие я строила планы на сюжет, ни один из этих планов не подтвердился, поэтому я могу сказать, что книга абсолютно непредсказуемая для меня оказалась. Опять же, очередная книга, которую я рекомендую абсолютно всем. Ребята, только продеритесь через первые 70 страниц, и дальше будет замечательно, я вам гарантирую, потому что тоже в этой книге намешано очень много всего, очень много разных судеб, очень много социалки. Читайте, 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 я уверена, вы не пожалеете. Ну и последняя книга, которую я растягивала как могла, Лиза Си, девушки из Шанхая. Это великолепная, великолепная книга. Опять же, та книга, которую я рекомендую читать абсолютно всем. Вы заметили, в этом марафоне мне понравились все книги, и это просто счастье. Так вот, девушки из Шанхая, боже мой, как много пришлось пережить этим двум сестричкам с обложки, которых зовут Перл и Мэй. Перл старшая сестра, Мэй на три года. Младшее место действия Шанхай, 1939 год, казалось бы, 20 век, но порядки как в 19, как в 18, как в 17. Боже мой, отец продает своих дочерей за свои игровые долги, потому что это дочери, это не сыновья, это всего лишь никчемные дочери. Да, 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 20 век, но все еще такое отношение к собственным детям. Отец предал свою семью, девочкам пришлось стать женами для тех людей, которых они вообще первый раз в жизни видят. Они не хотят выходить замуж за этих молодых людей, но им приходится. А следом начинается китайско-японская война, и девочки становятся жертвами этой китайско-японской войны. Между тем, у двух сестер появляется свой большой секрет, который им надо хранить, как зеницу ока. В их судьбах происходит огромное количество событий, и страшных, и ужасных, и приятных, и самых разных. И, боже мой, как у меня болела душа за каждую из них. Как у меня болела душа за их отношения друг с другом. Как у меня болела душа за отношения между девочками и их новыми мужьями. Эта книга вышла в серии «Роза ветров». Все книги, которые выходят в этой серии, повествуют о непростых женских судьбах. Вот здесь эти самые непростые женские судьбы. На примере двух сестер, на примере еще одной женщины. Рассказывается, как жилось китайским женщинам, как им было нелегко, как все это было. Вы знаете, мне просто плакать хотелось над некоторыми страницами этой книги. Боже мой, я каждый раз себе повторяла. Ведь это 20-й век, 20-й век, но у них все еще такие отношения к женщинам, к собственным дочерям. Тем не менее, книга очень-очень теплая. Она такая, как и с каждой книгой Лизы Си. У меня было ощущение, что я лежу где-то на берегу, и вот журчит ручеек, мягко дует ветерок. Вот такое впечатление от книг Лизы Си. Ее слог, он настолько легкий, настолько мягкий, что даже самые трагичные события воспринимаются не так остро. Ты понимаешь, что, боже мой, какой ужас происходит. Но при этом у тебя нету отторжения книги, у тебя нету шквала негативных эмоций. Нет, ты проникаешься к персонажам, ты за них переживаешь, но при этом ты понимаешь, что все спокойно, все хорошо. Эта книга как книга одеяла, в которую заворачиваешься и не хочешь из нее вылазить. Я прониклась к каждому персонажу, который есть в этой книге, и к почтенному Лу, который изначально вызывал у меня отвращение, и к его жене, естественно, к Перл и Мэй, и к Сэму, как Джой абсолютно ко всем. А знаете, что еще есть в этой книге? В этой книге есть Голливуд и упоминание реальных актеров, и упоминание реальных фильмов. Вот эта вот голливудская жизнь для китайцев, она была тоже не медом мазана, но это так интересно. Я сейчас не хочу ни словом, ни полсловом проспойлерить книгу, она великолепна, она за душу берет, и я ее рекомендую абсолютно всем, всем, всем. Просто поверьте мне на слово, эта великолепная книга, она понравится всем, я уверена. Поэтому я ее опять рекомендую всем, всем, и каждому берите, читайте, читайте эту книгу обязательно, а потом пишите в комментариях свои впечатления. Ну что ж, вот я и рассказала вам о книгах, которые прочитала в рамках марафона «Пять мгновений весны». Пишите в комментариях, читали ли вы что-нибудь из того, что я вам сегодня показала, как прошел ваш марафон, успели ли вы прочитать все книги, или какие-то остались, какие книги вас больше всего порадовали, какие расстроили. В общем, пишите в комментариях, все с вами обсудим. А на этом все, заходите ко мне в Инстаграм, заглядывайте в Твиттер, подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока-пока, пока! Субтитры сделал DimaTorzok